Что касается сегодняшнего урока, то сегодня также таксир, но таксир одной из самых коротких сур, а это сура Туль-Аср, она вторая, наверное, по величине с конца суры, то есть самая короткая, наверное, Нина Атайна Калькалфар, да, потом сура Туль-Аср. Сура короткая, однако, очень большие смыслы, очень много пользы принести может. Аллах Субханаху Аталия говорит, бисмилляхи рахману рахим, валь аср, начинает эту сур, говорит, бисмилляхи рахману рахим, клянусь временем. Инна ль-инсана ла-фи хуср. Воистину человек находится в убытке. Илля ль-лязина аману, ва амилу салихати, ва тавасау бил хак, ва тавасау биссабр. Говорит, кроме тех, которые уверовали и делали благие поступки, совершали благие поступки, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение. Примерный смысл этой суры, суры аср. То есть, эта сура состоит из трех аятов. Аллах Субханаху Аталия первый аят начинает с клятвы и говорит, валь аср, клянусь временем. То есть, аср – это предвечернее время, вот когда мы саляту аср и канды читаем. Однако, под асром здесь имеется в виду вообще время. Аллах Субханаху Аталия поклялся временем. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субханаху Аталия, Он клянется, кем захочет из своих созданий. Аллах Субханаху Аталия клянется, кем захочет из своих созданий. Однако, создание Всевышнего Аллаха Субханаху Аталия дозволено им клясться только Аллахом Субханаху Аталия. Что касается нас, творений Всевышнего Аллаха, нам дозволено клясться только Аллахом Субханаху Аталия. Что же касается Аллаха, то Он клянется, иногда клянется сам собой, клянется своим величием и так далее. А иногда клянется кем-то из своих созданий. Однако, есть такое примечание, что Всевышний Аллах Субханаху Аталия клянется только тем из своих созданий. из каких-то своих значимых созданий. Не просто так, любым, то есть, чем захочет, а только значимым. Или какими-то созданиями, в которых содержатся знамения и знамения Всевышнего Аллаха Субханаху Аталия. Аллах Субханаху Аталия, если клянется, он клянется значимыми вещами, вещами, которые имеют какой-то вес. И Всевышний Аллах Субханаху Аталия поклялся временем. Так и в других аятах, то есть Аллах Субханаху Аталия, говорит, валь аср, в данном аяте, так ведь. Других аятах говорят «Ваддуха» – клянусь утро. Говорят «Валляйли ида ягша» – клянусь ночью, когда она покрывает. И так далее. В других аятах тоже идет клятва временем. Почему? Потому что время… То есть, Аллаху Суфану Хваталя клянется, чем пожелает, однако клянется только какими-то важными вещами, в которых есть назидание для нас. Что касается времени, то в этом есть назидание для нас. В течение этого времени, все время оно состоит из дня и ночи. Так ведь? Все время из дня и ночи состоит. И вот в этом времени, мы сказали, Аллах клянется тем, в чем есть какие-то знамения. И вот в этом дне ночи, в чередовании дня и ночи, в том, что как бы такарут у них есть. То есть, такарут – это взаймы они друг другу дают, день и ночь. То есть, иногда мы видим то, что день как бы отдает себя ночи, и ночь у нас становится длиннее, так же зимой. Летом, наоборот, ночь отдает себя дню, и день становится длиннее. Вот в этом во всем чередовании, то, что у нас постоянное чередование день, ночь, день и ночь. Никогда не было такого, чтобы было, допустим, два раза ночь, четыре раза день, четыре раза ночь, потом пять раз день. Нет, постоянное чередование. Человек, который размышляет над этим, он видит в этом знамение Всевышнего Аллаха Суфану Хваталя. В чередовании дня и ночи, вот в этом взаимообмене временном между днём и ночью, в этом знамение Всевышнего Аллаха Суфану Хваталя. И это должно служить для нас назиданием. Именно это одна из причин, по которой Всевышний Аллах Суфану Хваталя клянётся временем. Также это время указывает на величие и могущество Всевышнего Аллаха Суфану Хваталя. Потому что в промежутке вот этого времени или с течением вот этого времени происходят разные происшествия, происходят какие-то чрезвычайные ситуации, какие-то бедствия. Или же наоборот, в течение этого времени Аллах Суфану Хваталя одаряет человека своими благами, какими-то щедротами, какими-то дарами и так далее. То есть всё это происходит во времени. Также можно отметить то, что время, как я уже сказал, оно состоит из чего? День и ночь. День и ночь. Либо день, либо ночь. И всё время так. И Всевышний Аллах Субхану Хваталя в Куране сообщил, что вот этот день и ночь даны нам для того, чтобы в течение вот этих дня и ночи мы поминали Всевышнего Аллаха и благодарили Его. Как Всевышний Аллах Субхану Хваталя в суре Фуркан говорит «Он тот, который сделал день и ночь чередующимися». И дальше Всевышний Аллах говорит «Лимэн арода айядзаккера арода шукура» Для тех, которые хотят поминать и для тех, которые хотят его благодарить. Опять же, из важности времени это то, что... То есть, вот это время, оно служит нам как местом или каким-то промежутком, в котором мы должны совершать праведные дела, должны благодарить Всевышнего Аллаха Суханаху Атали. И мы должны использовать вот это время, вот это ночное время, или будь то дневное время, для того, чтобы... То есть, должны использовать его в подчинении Всевышнему Аллаху Суханаху Атали. Потому что оно сделано для того, чтобы мы благодарили Всевышнего Аллаха Суханаху Атали и подчинялись Ему. Это одна из мудростей, почему Всевышний Аллах Суханаху Атали клянется временем. Еще раз напоминаю, мы сказали, Аллах Суханаху Атали клянется, чем захочет. Так ведь мы клянемся только Аллахом. Потому что посланник Аллаха Саллиллаху Алейхи Васалям сказал, «Ман кана халифан фаль яхли в билля ауль ясна». Тот, кто будет из вас клясться, пусть клянется Аллахом или молчит. В другом хадисе посланник Аллах Саллиллаху Саллиллаху сказал, «Ман халифа бигай рилляхи факад кафарау ашрак» «Тот, кто поклялся кем-либо кроме Аллаха, тот совершил многобожие или неверие». Поэтому, то есть, исходя из этих хадисов, мы видим то, что нам запрещено клясться кем-либо кроме Аллаха. Аллах Суханаху Атали клянется, кем захочет. Однако клянется только тем, в чем есть какая-то важность, в чем есть какое-то достоинство, в чем есть какие-то знамения, указывающие на него Суханаху Атали. И мы сказали, в чем заключается важность и знамение вот этого времени, которым поклялся Всевышний Аллах Суханаху Атали, сказав «уаль аср». Сказав «уаль аср». А в арабском языке, когда клятва, ну, как и в русском, в принципе, языке, есть «адатуль косм», то есть, есть «муксамбихи», есть «джавабль косм». То есть, есть то, чем клянуться, есть «джавабль косм», то есть, причина, по которой клянуться, то есть, можно так сказать. То есть, если какой-то человек к нам подойдет и скажет «клянусь Аллахом» и уйдет. Скажем, что, ненормально, что ли? Че, зачем-то? Обязательно он должен, допустим, сказать «клянусь Аллахом, я сегодня то-то, то-то сделал». Или «клянусь Аллахом, он это так сказал» и так далее. Вот то же самое. Всевышний Аллах Суханаху Атали, почему поклялся? Какой «джавабль косм»? В чем, то есть, ответ на эту клятву? Аллах Суханаху Атали говорит «валь аср», «клянусь временем, инналь инсана ла фи хусар». Воистину человек, каждый человек, находится в убытке. И стоит отметить такую вещь, то что, чтобы подтвердить вот эту клятву, то есть, когда Аллах Суханаху Атали сказал «в причине своей клятвы», сказал, что воистину человек в убытке, он не просто сообщил об этом, сказал, что человек в убытке, а он подтвердил это, во-первых, поклялся, и использовал в этом выражении утвердительные частицы. То есть, в арабском языке разные утвердительные частицы. Если вы смотрите, первый аят, Аллах Суханаху Атали говорит «валь аср», потом говорит «инналь воистину» перевод «аль инсана ла фи хусар». Всевышний Аллах сказал «инналь инсана ла фи хусар». Воистину человек в убытке. Чтобы утвердить или подтвердить, показать на то, что человек действительно находится в убытке, Всевышний Аллах Суханаху Атали использует три частички утвердительные. Во-первых, клянется, говорит «валь аср», «клянусь временем». Затем говорит «Инне», это тоже является утвердительным, «воистину», «клянусь», «воистину», «эль-Инсэна», человек, можно сказать, просто «фихусар», в убытке «фихусар», а можно сказать «ля фихусар», то есть непременно он, на самом деле он является в убытке, находится в убытке. Это сорок страны арабского языка, Всевышний Аллах, чтобы показать, что человек в убытке, использует три целых. Во-первых, то есть клянется, Аллах, чтобы она хватали, и так правдив, даже без того, чтобы клясться, а клянется для того, чтобы мы свое внимание уделили на то, о чем дальше пойдет речь. В данном случае о том, что человек в убытке, чтобы мы еще больше внимания этому придали. Затем говорит «Инне», «воистину», «эль-Инсэна», «ля фихусар», непременно в убытке, то есть точно находится в убытке. Также можно отметить, быстренько только скажу, что частичка «Инна», «воистину», она применяется в арабском языке не всегда, а только тогда, когда человек что-то отрицает. Не будет являться красноречивым, если человек подойдет, допустим, я кому-то из вас подойду и скажу «воистину сейчас шесть часов». Скажи, зачем ты сказал «воистину», причем? То есть я же тебе и так поверил бы, если бы ты сказал. Точно так же, как в русском. Вот в арабском так же. Если употреблять вот эти утвердительные частички без причины, то это не будет красноречием. Мы тут даже наоборот подумаем, то есть человек не знает арабского языка. Однако частичка «Инна» употребляется тогда, когда человек либо отрицает то, о чем сказано, либо сомневается в этом. Допустим, если кто-то из вас, я, допустим, кому-то из вас скажу «время шесть часов», ты скажешь «да не может быть». Я скажу «да воистину шесть часов». Понятно? Или скажешь «да точно шесть часов», тогда это будет красноречиво, и это будет правильно. К месту. Вопрос. Почему Всевышний Аллах Субханаху Атали, когда говорил о том, что человек в убытке, употребил эту частичку «Инна» воистину сказал? Сомневался. Потому что были те, кто в этом сомневался. А это многобожники. И Аллах Субханаху Атали в других аятах сообщает, что они сказали. То есть, такие слова говорили. Если я вернусь к моему Господу, то воистину моего Господа для меня будет только добро. Ничего плохого не будет, несмотря на то, что я делаю широк, несмотря на то, что я многобожник. Если Аллах Субханаху Атали, я к нему вернусь, только добро. Не верили в убыточность. Не верили в свою погибель дальнейшую. И поэтому Всевышний Аллах Субханаху Атали, чтобы это подтвердить, говорит «Инна» нет воистину человек в убытке. Вопрос, какой человек? Мухаммад, Али, Миша, Гриша. Каждый человек. Кто? В данном случае стихтичка «Аль» имеется в виду «каждый». Каждый человек. А тут многие же знают. Мы же говорили «Аль», проходили «Аль», когда используется. В данном случае «Лили Стигурак» – всеобщность указывает. Любой человек в убытке. Поэтому Всевышний Аллах говорит «Валь-Аср». Клянусь временем. «Инна» – воистину. «Аль-Инсана» – каждый человек. Каждый, без исключения, «Ляфи Хусар» находится в убытке. Это второе. Когда Всевышний Аллах сказал «Аль-Инсан», никого не исключил. Ни царей, ни глав, ни богатых, ни бедных, ни свободных, ни рабов, ни мужчин, ни женщин. Вот эта стихтичка «Аль» указывает то, что абсолютно все, абсолютно каждый сын Адума находится в убытке. В убытке и гибели. Если он будет неправильно тратить вот это время, которым поклялся Всевышний Аллах Сухан Ахваталя. То есть, если он утеряет вот это драгоценное время и будет использовать его в ослушании Всевышнего Аллах Сухан Ахваталя, несмотря на то, что Всевышний Аллах Сухан Ахваталя велел это время использовать в подчинении ему. После того, как Всевышний Аллах Сухан Ахваталя поклялся и утвердил, и сказал, то есть заявил о том, что все люди в убытке, все-таки сам же сделал исключение в последнем аяте. Сказал «Валь-Аср, инна-ль-Инсана ла-фи-хуср», вояснил каждый человек в убытке, и дальше сказал «Илля лавина аману», кроме тех, которые уверовали. И творили благие поступки, и заповедовали друг другу истину, и заповедовали друг другу терпение. То есть, Аллах Сухан Ахваталя говорит, каждый человек, каждый воистину клянется, потом говорит воистину, каждый человек, нет сомнений в этом, находится в убытке, кроме и исключает. Чтобы люди потянулись, чтобы люди видели, что есть исключение. То есть, после того, как устрашает, дает надежду, что тот, кто будет описан четырьмя качествами, выйдет из этого убытка, выйдет из этой гибели. Первое качество какое? «Илля лавина аману», те, которые уверовали, вера. «Ваамилю салихат», и творили праведные дела. «Ватавасава бель хақ», и заповедовали друг другу истину. «Ватавасава бель сабр», и заповедовали друг другу терпение. Вот эти четыре вещи. Что касается первой, то Всевышний Аллаху Суфанаху Аталия сказал, кроме тех, которые уверовали. Уверовали во все то, во что было велено уверовать Всевышним Аллаху Суфанаху Аталия. А в основе этой веры лежит шесть столпов. Это вера в Аллаха, вера в Судный день, в Писании, в Пророков, в предопределение, со всем его добром и злом, вера в ангелов. Это столпы веры. Однако, в общем, во все то, что было велено нам уверовать, мы должны уверовать. Вера, праведные деяния, заповедовали друг другу истину, заповедовали друг другу терпение. Другими словами можете написать «знание первое». Почему знание? Потому что вера, она основывается на знании. Не может быть веры без знания. Первое знание, второе деяние, третье призыв и четвертое терпение. Вкратце можете так написать. И что касается первого, то Всевышний Аллаху Суфану Хваталя сказал, что из убытков идут те, кто первое их описание, это то, что они уверовали. Уверовали во все то, во что было велено уверовать Всевышним Аллаху Суфану Хваталя. И творили благие поступки, то есть совершали их праведные деяния. Праведные деяния из числа уаджибов, фардов или из числа желательных действий. Те, которые используют в свое время, используют как в этой дуне, так и в ахирате. Потому что если человек делает какие-то деяния для этой дуне, стремясь к ахирату, то есть какие-то дела делает для этой дуне, но тем самым он хочет ахирата, то есть, допустим, зарабатывать, допустим, деньги для того, чтобы прокормить семью. Зарабатывать деньги, работать, это на дозволенной работе ставить, для того, чтобы прокормить семью, потому что посланник Аллаху Суфану Салям сказал, когда человек расходует на свою семью, сказал, это садака, это тоже садака, то есть это тоже на пути Аллаху Суфану Хваталя. Это тоже считается праведным деянием. Или даже если человек, допустим, расходует на какие-то вещи, свои деньги, которые послужат ему, то есть, помощью в подчинении Всевышнему Аллаху Суфану Хваталя, покупает машину. Не для того, чтобы хвастаться, не для того, чтобы там ездить на ней туда, куда нельзя ездить, для того, чтобы ездить в мечеть, для того, чтобы там, то есть, праведные деяния, то есть, использовать ее в подчинении Всевышнему Аллаху Суфану Хваталю. И тем самым это будет благодарностью, так ведь, благодарностью своими деяниями. Это что касается праведных дел, то есть, кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, также деяния будут называться правильными только тогда, когда они будут соответствовать двум условиям. Первое – это искренность. Второе – соответствие с Сунни Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. А как мы узнаем, соответствует дело Сунни или не соответствует? Только опираясь на знание. Третье описание, посредством которого человек выводит себя из вот этого хусрана, из убытка, это «ватавасов биль хак» Всевышний Аллах говорит «и заповедовали друг другу истину». Заповедовали друг другу истину. То есть приказывали друг другу одобряемое и отстраняли друг друга от порицаемого. Призывали ко Всевышнему Аллаху, обучали полезному знанию. Распространяли религию Всевышнего Аллаху, распространяли правильное понимание этой религии. Все это относится к тому, что заповедует друг другу истину. Отстраняли от тех, кто искажает религиозные вопросы какие-то. Те, кто неправильно понимает, чье понимание противоречит пониманиям сподвижника и самого пророка Мухаммада, все это является заповедованием истины. Все это делается для того, чтобы уберечь себя от убытка. То есть, когда человек приказывает одобряемое, кого-то какому-то делу хорошему побуждает, или, наоборот, отстраняет от какого-то плохого дела, или когда объясняет, что является халяль, или объясняет, что является харам, или объясняет, чего нужно сторониться, кого нужно сторониться, кого нужно слушать и так далее, все это является из заповедования друг другу истины. И тот, кто этим описан, он описал себя одним из качеств, который спасет его от убытка. И последнее качество Всевышний Аллах Субхану Хуаталя сказал, у Атаваса обе сабр. И заповедовали друг другу сабр. Сабр это терпение. И Всевышний Аллах Субхану Хуаталя в Куране во многих местах хвалит терпение. Говорит, терпи перед постановлениями твоего Господа, воистину ты находишься у нас перед глазами. Или говорит, терпи, как терпели обладающие сильным духом из числа посланников. Или говорит, воистину Аллах Субхану Хуаталя, стерпеливыми. Хвалит терпение. Во многих аятах хвалит терпение. В этом аяте также заповедовали друг другу терпение. А вопрос следующий. А перед чем нужно терпеть? Идешь по улице, подскользнулся, упал, рука болит и терпишь. Вот такое терпение. И думаешь, что Аллах с терпеливыми, буду терпеть. Или пьешь лимонад, допустим, и живот уже полный, но ты пьешь, пьешь, терпишь. Думаешь, Аллах с терпеливыми. Аллах хвалит. Такое терпение, нет? А какое терпение Всевышний Аллах любит? Когда ученые посмотрели контексты Курана, Сунны Пророка Саласалям, сказали, что то хвалимое терпение, которое Всевышний Аллах хвалит, Аллах хвалит три терпения, три вида терпения. Первое, когда раб Всевышнего Аллаха, Субханаху Атали, терпит в подчинении Всевышнему Аллаху. Подчиняйте его приказам. Второе, когда раб Всевышнего Аллаха, Субханаху Атали, терпит, чтобы не ослушаться Всевышнего Аллаха, то есть «Амма харь милля», чтобы не ослушаться Всевышнего Аллаха Субхану Ахватали. И третье сказали, когда он терпит перед предопределением Всевышнего Аллаха Субхану Ахватали. Вот эти три вида терпения. Первое, то есть терпеть перед приказами Аллаха Субхану Ахватали, или терпеть, выполняя приказы Всевышнего Аллаха Субхану Ахватали. Второе, это терпеть перед, то есть не допуская ослушания Всевышнего Аллаха Субхану Ахватали. И третье, это терпеть перед или после предопределения чего-либо Аллахом Аззаваджаль. Что касается первого, терпеть перед приказами. Всевышний Аллах Субханаху Атали приказывает какие-то вещи. Наша душа любит лениться, наша душа любит отдыхать, так ведь? То есть, любим поспать мы. Однако Всевышний Аллах Субханаху Атали ввелит нам какие-то вещи, приказывает, как, допустим, намаз, как, допустим, уроза, усердствовать на пути Всевышнего Аллаха Субханаху Атали и так далее. То есть, это нуждается, что выполнение вот этих приказов нуждается в терпении. Кто скажет, что не нужно терпеть, допустим, что не нужно проявить терпение для того, чтобы летом встать на утренний намаз? И кто все понимает, что это нуждается в терпении? И вот это терпение перед приказом, то есть, ты терпишь, встаешь, проявляешь усердие, то есть, перед Всевышним Аллахом Атали, вот это терпение Аллах любит. Когда ты не жалуешься, ничего не делаешь, терпишь. Вот такое терпение Аллах любит. Что касается запретов Всевышнего Аллаха, опять же, душа желает прихоти души, постоянно желает чего-то запретного. Аллах с панахаталя говорит, воистин душа постоянно приказывает что-то плохое, что-то нехорошее. Постоянно приказывает посмотреть туда, куда нельзя смотреть. Послушать то, что нельзя слушать. Говорить о том, о чем нельзя говорить. И чтобы воздержаться, и не смотреть туда, куда нельзя смотреть. Не слушать то, что нельзя слушать. Не говорить то, о чем нельзя говорить. Все это нуждается в чем? Терпение. Человек должен терпеть перед этим. Это второй вид терпения. То есть терпение перед ослушанием Всевышнего, чтобы не ослушаться Аллаху Супанахаталя. И третий вид терпения – это терпение перед предопределением Всевышнего Аллаха Супанахаталя, которое может быть болезненным для человека. То есть когда кто-то из близких умирает, или когда человек теряет свое имущество, или когда человека постигает какая-то болезнь, человек не должен переходить рамки шариата, не должен выходить за рамки шариата, заниматься тем, чем запретил посланник Алсалям, заниматься, допустим, не яха делать. Это... как? Ну да, то есть громкое оплакивание, ридание, или рвать на себе одежду, дергать себя за волосы, все это запрещено по шариату. Все это по шариату запрещено, и человек должен как минимум смириться с предопределением Всевышнего Аллаха и не выходить за рамки шариата. Что касается большей степени, то человек должен быть доволен, доволен предопределением Всевышнего Аллаха, но это уже степень больше. Почему это доволен? Тем, что близкий человек умер, что ли? Нет, не тем, что близкий человек умер, а тем, что это предопределение Аллаха, и он лучше знает, когда кого забрать, в каком месте его забрать, и он это лучше знает. И раз Он так сделал, это наш Господь, который самый мудрый и знает намного больше нас, и намного мудрее нас. И мы должны быть довольными этим предопределением. Если же вы не довольны этим предопределением, хотя бы не выходите за рамки шариата. Если кто-то умер, допустим, какой-то близкий человек, хотя бы не ослушивайтесь Аллаха, не рыдайте, не кричите волосы, не рвите, не жалуйтесь, не наговаривайте всякие плохие вещи на Всевышнего Господа, зачем ты его забрал, он должен был еще пожить и так далее. Всевышний Аллах лучше знает, кто должен был пожить, кто должен умереть, когда. Это как минимум, то есть это третий вид предопределения, то есть терпение, терпеть перед предопределением Всевышнего Аллаха. И тот, кто описал себя этими качествами, а это знание, то есть или вера, которая не может быть без знаний, которая должна опираться на знание, нисползанно от Всевышнего Аллаха. То есть источниками веры являются Куран и Сумна. Тот, кто уверовал, делал праведные дела, то есть искренне соответствует Сумне, пророку Саласалян. Затем призывал к этому, призывал к вере, к знаниям, к праведным делам. Затем, когда начал призывать, если постигло его что-то из каких-то несчастья, или постигло его то, что многих постигает какие-то насмешки, упреки, будь то со стороны близких или тех, кого он не знает, то человек должен, четвертое, терпеть на этом пути. Терпеть, выполняя приказы Всевышнего Аллаха, сторонять его запретов и терпеть перед предопределением. И тот, кто соберет себе эти четыре качества, он соберет себе пути, которые ведут к счастью, пути, которые ведут к счастью и избавляют человека от убытка. Потому что Всевышний Аллах сказал, валь аср, клянусь временем, воистину каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, делали праведные деяния, призывали, то есть заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение. И поэтому один из имамов, один из четырех имамов Мухаммад ибн Идриса Шафи'и сказал такие слова, сказал Сказал, если бы Всевышний Аллах, Субхана Хваталя, кроме этой суры, другой бы суры не послал бы людям, этой суры уже было бы им достаточно как довода. То есть если бы Всевышний Аллах, мы говорили до этого, это слова послания Николая, он сказал Сказал, Кур'ан является доводом за тебя или против тебя. Кур'ан это довод за тебя или против тебя. Если ты выполняешь те веления, которые приказано выполнять в Кур'ане и сторонишься того, чего ввели на стороне, то это довод за тебя. А если ты этого не выполняешь, то Кур'ан будет доводом против тебя. То есть Кур'ан это довод. И поэтому имам Идр Шафи'и говорит, если бы Аллах Субхана Хваталя, как довод против людей, как довод, кроме этой суры, никакой бы суры больше не послал, то этой суры уже было бы достаточно. Этой суры бы уже было достаточно. Потому что эта короткая сура содержит в себе то, в общем, говорит о том, о чем весь Кур'ан говорит подробно. То есть эта сура в общем плане доносит для тебя то, о чем Кур'ан говорит подробно. И то есть слова имама Ид Шафи'и не означают то, что этой суры хватило бы. Однако если бы Аллах Субхана Хваталя не спасало... То есть то, что этой суры достаточно и все, больше не надо. Нет, его слова означают, что если бы как довод, помимо этой суры, другого бы не было, то как довода этой суры уже достаточно, чтобы человек понял, что ведет его к счастью и что ведет его к убытку или к несчастью. То есть если человек уверовал, творил праведные деяния, заповедовал друг другу истину, заповедовал друг другу терпение, то это путь к счастью. Это то, что выведет его из убытка. А весь Кур'ан он уже как бы дает подробно. Уверовал. Во что уверовал? В ангелов, в Писании, в Аллаху в первую очередь, Субхана Хваталя. Со всеми истекающими, то есть так далее. Делал праведные деяния. Какие деяния являются праведными? Намаз. В таком виде, в котором велено было его совершать. Ураза. В таком виде, в котором велено было ее держать. И так далее. Призыв. Каким образом нужно призывать? К чему в первую очередь призывать? И так далее, и так далее. Допустим, терпение. Какие виды терпения бывают, как мы сейчас сказали, так ведь? То есть, Кур'ан уже более-более подробно об этом говорит.